добрый день по просьбе одного из подписчиков а точнее одной из подписчиц моего youtube канала я делаю это видео которое нужно в любом случае когда-то было бы сделать потому что оно посвящено достаточно щекотливой теме в связи вообще со всем тем что происходит не только в россии в этом году но и в соседних странах в том числе в беларуси вопрос относительно изменения смены даже политического режима и если она возможна то каким образом она может произойти безусловно здесь конечно вопрос стоит связанный с изменением политического режима в современной россии это очень сложный вопрос понятно что различного рода прогнозы когда мы просто утверждаем что-либо порой могут превратиться в гадание на кофейной гуще поэтому я бы хотел остановиться на двух аспектах которые как мне кажется в исследовательском даже смысле являются более-менее такими адекватными для понимания того что к этому вопросу уж тем более надо относиться очень осторожно потому что изменение политического режима предполагает все таки временной аспект то есть нельзя одномоментно взять и что-то поменять изменение политического режима в любой стране в любой исторический период это всегда время фактор времени главный в этом смысле и вот получается что время оно ведь тоже в социальном смысле разное для того чтобы понять время как она влияет на ситуацию здесь включаются элементы прогнозирование то есть как дальше будет развиваться ситуация ведь прогноз это тоже понятие которое имеет временную протяженность и вот здесь я как раз бы хотел обратить внимание на то что существуют разные типы прогнозов вот что собственно вот мы говорим да об изменении политического режима в россии как это произойдет произойдет ли вообще да ведь тоже возникает вопрос такой политикой институциональной даже а почему с чего мы вообще все взяли что произойдут какие-то изменения что произойдет смена вот в ближайшее время политического режима даже в связи с теми событиями которые на данный момент происходит нет непонятно и недоказуемо и трудно размышлять на эту тему но я все-таки попробую предложив два формата и сказав о факторах которые могут каким-то образом повлиять во первых что касается временного протяжения измерения смены политического режима в россии во первых мы если находимся в отметке здесь и сейчас то используем такое понятие как оперативный прогноз оперативный прогноз это тот прогноз который может сбыться или по крайней мере прогнозируется развитие ситуации вплоть до одного месяца то есть от одной недели до одного месяца мы смотрим что у нас в политическом календаре в россии в течение ближайшего месяца будет это выборы в муниципальные органы власти 13 сентября 2020 года делают ли они вообще какую-то погоду нет они не делают никакой погоды потому что акторы на региональном уровне которые принимают участие в этих выборах преследуют совершенно другие цели и никак повестка дня изменения режима или помочь тем же самым хабаровчанам или любым другим жителям субъектов российской федерации борющихся за решение каких-то насущных проблем в частности экономических и экологических а в том числе и социальных но простите политической повестки дня нет можно сказать что происходит какое-то бурление в хабаровске других субъектах но это понимаете вот метафора такая болото начинает бурлить и вот эти вот бульканье не нужно воспринимать как бурление социально-политической ситуации в россии муниципальные выборы не решают абсолютно ничего больше того никто даже не говорит сейчас о выборе государственной думы российской федерации в конце 2021 года возможно это будет декабрь то есть даже об этом никто ничего не говорит а тут мы видите ли будем говорить о сентябре о сентябре 2020 года с этой точки зрения оперативный прогноз можно строить как там будет дальше ситуация развиваться но с точки зрения того как она будет влиять на изменение политического режима это влияние минимальное потому что нет политической повестки нет политической программы ну и соответственно то что забурлит опять забуркой в сентябре 2020 года это просто очередная тема для политологических наших размышлений для того чтобы проанализировать как кто как из акторов политических какие приемы исследовал использовал для решения своих 7 минутных проблем вот и все то есть говорить о том что смена власти в данном случае опираясь на оперативный прогноз произойдет в сентябре 2020 года нет никаких факторов которые бы на это повлияли дальше есть краткосрочный прогноз он как правило по времени захватывает от одного месяца до одного года вот здесь мы смотрим примерно в течение одного года какие политические события в России могут быть ну то есть те которые запланированы я не говорю о незапланированных случайных которые могут внести корректировки в политический процесс краткосрочный прогноз это как раз выборы в государственную думу российской федерации здесь так и хочется сказать на манеже все те же политические партии которые могут представлять собой какую-то реальную политическую силу не будут допущены до этих выборов это же все очевидно схема отработана и винить в этом политический режим довольно сложно потому что он делает все для того чтобы сохраниться значит оппозиции тоже нужно делать все для того чтобы изменить ситуацию она же не делает ничего в отличие от режима в чем мы должны режим в этом плане ругать они-то как раз делают все что нужно для собственного сохранения и дальнейшего функционирования краткосрочный прогноз выборы в государственную думу в конце 2021 года все те же самые возможно в загашниках у единой россии есть несколько козырей несколько заготовленных многоходовочек так скажем при не очень хорошем благоприятном отношении людей к этой политической партии тем не менее есть схема рассредоточить представители единой россии по разным другим политическим партиям попытаться чтобы они прошли 5 процентный барьер хотя с точки зрения электоральной это будет довольно сложно сделать 5 процентный барьер на данный момент могут преодолеть ровно те же самые партии даже справедливая россия под вопросом делать избирательную кампанию используя все чудеса политических технологий для того чтобы вот такую схему отработать это затратно но есть другие варианты другие варианты опять же связанные с общероссийским народным фронтом связанные с беспартийными кандидатами которые тоже могут потом войти в состав единой россии на самом деле не важно какие будут депутаты вот этот вот уровень маленький главное кто будет управлять а управлять будет все тяжелее так вот краткосрочный прогноз мы сейчас вот надо вот здесь и сейчас находясь не видим чтобы партии активизировались политической повестки дня нет ни у кого поддерживают политические протесты так а кто из политических партий поддерживают даже к прф особо-то ничего не говорит на эту тему потому что осторожность потому что боязнь потому что нужно играть по правилам краткосрочный прогноз тоже как то вот но нет факторов которые бы повлияли дальше среднесрочный прогноз можно ли предполагать что изменение режима произойдет в 2024 году когда будут президентские выборы здесь могут быть факторы такие если будет происходить дальнейшее обнищание населения если гайки будут закручиваться дальше если произойдет экстраординарная ситуация что политические протесты будут каким-то образом силовым путем подавляться и если у населения это вызовет не очень хорошее одобрение то есть не очень хорошую реакцию то и тогда не сильно можно говорить о каком-то прям серьезном изменении здесь конечно не хотелось бы быть пессимистом потому что политическая ситуация изменяется всегда так же как и режимы могут меняться но я бы сказал если мы говорим о среднесрочном прогнозе главным политическим актором являются политические элиты вот это так так происходит в россии на данный момент главным политическим актором является федеральная политическая элита если мы обратимся к статистике смены власти в авторитарных и гибридных режимах то мы придем к такому выводу от 65 до 70 процентов всех случаев изменения власти то есть изменения режима смены режима переворотов которые происходили они были сделаны представителями политической элит это не была народная революция политическая революция или же это было вооруженное восстание определенной группы людей которые выступали против режима 70 процентов всех случаев смены режимов в диктаторских и гибридных режимах это дело за руку политических элит поэтому если мы говорим о среднесрочном прогнозе а потом я уже поговорю о долгосрочном и дальнесрочном прогнозе то здесь все будет зависеть от политической элиты насколько она будет консолидирована в своем отрицательном выражении той политики которая происходит но на данный момент политическая элита как ни крути хотя ведет двойную игру но она довольно консолидирована те интересы которые она может реализовать она возможно возможно ей это все реализовать только при руководстве нынешней вообще меня всегда удивляло что люди которые как бы протестно настроены всегда мыслят какими-то категориями даты то есть ну вот давайте мы подождем что будет 2021 а давайте подождем что будет 2024 а кто-то говорит а давайте подождем что будет 2036 ребят вы можете всю жизнь прождать пожалуйста политической жизни современной россии как раз это и на руку чтобы люди хотя и озлобленные и эмоционально негативно настроенные против режима чего-то ждали ожидали какого-то чуда так я вот хочу сказать что с объективной точки зрения с той ситуации в которой мы находимся сейчас ждать чудо не приходится либо люди ну если они действительно хотят каких-то изменений берут и что-то делают либо та ситуация когда человек просто ноет в уголке она ни к чему хорошему не приведет что касается дальнесрочного долгосрочного прогноза как правило они делаются от 5 до 15 лет в этом случае мы смотрим да что может произойти ну это как раз с 2025 по 2035 год то есть это непосредственно как говорят люди которые считают себя обреченными чтобы владимир путин изберется в 2024 году и будет сидеть в кремле до 2036 вот примерно это и есть тот долгосрочный период неизвестно что может произойти неизвестно может ли там низкий уровень дохода россиян стать главной причиной того чтобы произошли какие-то революционные изменения неизвестно вообще кстати статистика и исследования которые проводятся особенно зарубежные исследования и даже касающиеся теории революции я уже как-то об этом говорил низкий уровень дохода не всегда является причиной для революционных изменений или протестных настроений протестного движения здесь многое зависит от военных расходов которые совершает то или иное правительство и соответственно готовности политических акторов оппозиционных идти до конца с размеряя опять же долю своего участия с долей санкций или же репрессий которым они могут быть подвержены в случае провала протестного движения и вот здесь как раз все и на это завязано если люди не готовы ничего не будет от низкий уровень доходов или падение уровня это просто уровня предоходов это общий фон на котором можно эмоционально сыграть эмоция это не организованность эмоции это дополнительный импульс сейчас у людей одни эмоции никакой организации быть не может главное в политической силе это организовать и канализировать эмоции правильно чтобы эти эмоции даже негативные работали на ту или иную политическую силу долгосрочный прогноз непонятно что будет вот просто непонятно потому что это действительно гадание на кофейной гуще от 5 до 15 лет этот долгосрочный прогноз время упреждения этого прогноза здесь может произойти все что угодно но если мы говорим о смене режима в долгосрочной перспективе то конечно здесь нужно говорить именно об этом дальнесрочный прогноз это все то что будет после 2036 года так ли это интересно на данный момент я считаю что нет социальное время убыстряется оно трансформируется и собственно говорить о том что будет после 2036 года как бы номинально после ухода владимира путина с поста президента в 2036 году а с другой стороны ну извините ну извините к тому времени если мне память не изменяет владимиру путину будет 84 в 2036 но извините некоторые итальянские президенты современной италии например джорджа наполитана которому было 86 лет ему предложили вновь стать президентом италии это маленькая ремарочка лирическое отступление потому что те кто в теме понимают что политическая система италии не заточена на президента он как правило выполняет такую декоративную функцию но сам факт того что номинальный глава государства джорджа наполитана в десятые годы уже нынешнего 21 века 86 лет стал вновь президентом италии тоже о многом говорит его попросили а что не может быть такой ситуации в 2036 году когда великий кормчий незаменимый глава государства который вроде бы как хочет идти на покой а ему говорят останься вся эта история которой я сказал имеет под собой также и политические страхи россиян конечно то есть и даже на уровне психологии одного человека здесь ситуация такая мы не знаем что будет дальше мы не можем прогнозировать развитие ситуации и она нас тревожит поэтому пусть будет все как есть пусть будет плохо но лишь бы не было хуже это убийственная логика но она чрезвычайно разрушительная и поэтому здесь вот говорить о том что изменение политического это смена политического режима к чему она приведет будет ли она это связано с главным политическим фактором которым я говорю это реальная политическая сила которая может умело организоваться и аккумулировать эмоции если этой силы не будет если она не будет по-настоящему политически грамотной и политически умелой для организации и опять же канализации эмоций координации коммуникации солидарности ничего не будет это опять же говорю именно из за там из того фактора о котором уважаемая наша подписчица говорила да то есть как может произойти смена политического режима она всегда происходит политическим путем политический путь это какой это организованная политическая сила которая берет и меняет режим один на режим другой ну ты все пока такой нету есть какой-то фон но этот фон особо то тоже не играет какой-то роль все люди ослобленные но с этими эмоциями можно жить достаточно долгое время дальше что касается изменений внутри самого политического режима как я уже говорил ситуация меняется всегда даже казалось бы такой политический режим как российский он все равно претерпел значительную эволюцию он сейчас эволюционировал во что-то непонятное но тем не менее он не совсем допустим та ситуация которая возникает вокруг современного политического режима в россии то что было десять лет назад это было совершенно другое общий принцип остается но все равно что то меняется что касается основных моментов можно ли как-то поменять политический режим изнутри если вы имеете ввиду это здесь можно вот что сказать я бы обратился к исследованию которое было еще в 2012 году проведено тремя по крайней мере под авторством трех исследователей по фамилии ям благовещенский кречетовый сатаров это довольно известные исследователи в современной россии политологи социологи в 2012 году они написали маленькую брошюрку которая называется сценарное прогнозирование ну то есть сценарное прогнозирование развития россии на момент 2012 года они выделили пять вариантов сценарных сценарных прогнозов как может быть и первый сценарий следующий это то что они назвали вялые вялая россия инерционные сценарии развития страны ничего не меняется нет ничего плохого но нет ничего хорошего долгосрочной перспективе все как было так и останется институты работают так как надо режим консолидируется режим сохраняет свою власть ничего не происходит но ничего плохого тоже не происходит то есть это не эволюция в сторону демократии и это не деградация в сторону диктатуры это такой гибридный режим который будет ориентироваться на сохранение но будет достаточно мягкий мягкий в плане осуществления репрессии собственно ты никуда не лезешь и мы тебя не трогаем вот это как раз формат вялой россии дальше второй сценарий который они выделили и кстати да я говорю про первый сценарий ну собственно он более вероятен до исходя из сегодняшнего дня потому что он как раз происходит дальше второй сценарий то что они выделили это диктатура развития это что-то наподобие знаете южной кореи когда 50-60-х годов это индонезия 70-х годов это нынешняя допустим объединенные арабские эмираты саудовская аравия то есть это диктаторский режим который осуществляет экономический рост и худо-бедно общественное благо реализуют неважно в какой пропорции но главное что экономические показатели растут сюда можно и пример взять вьетнама пример китая пример лаоса это лево социалистические на то есть левые политические режимы социалистические режимы настроенные на политическое на экономическое развитие политическим путем институциональная основа современной российской экономики и политики не не предполагает что даже если в россии произойдет деградация в сторону диктатуры что это будет экономическое развитие в течение 20 лет институты построены таким образом они отрицают экономическое развитие вот таким вот путем открытым то есть говорить о диктатуре развития можно с очень очень большой натяжкой если произойдет чудо но если мы говорим о 20 годах развития или существования россии в том виде в котором она существует говорить о диктатуре развития не приходится потому что система не настроена на развитие она настроена на потребление благ на их распределение и перераспределение но никак не на производство третий сценарий это диктатура охранная охранная диктатура это знаете что-то наподобие белоруссии то есть когда силовым путем элита берет власть свои руки охраняет саму себя показывает что они вооружены до зубов и что людям просто не надо лезть никуда если хотят сохранить свои жизни возможно такой сценарий да возможно но для этого должны быть определенные факторы как например то что происходит современной беларуси вот такого рода протеста конечно могут привести к тому что современный российский режим будет ожесточаться вооружаться и выступать против своих граждан кому нужны граждане россии правильный ответ никому к сожалению следующий четвертый сценарий развития о чем они говорят это такой такая репрессивная диктатура то что они назвали сценарием тянь анмэй когда в 1989 году китайская молодежь выступила против китайской коммунистической партии была раздавлена танками вот это не то чтобы охранная диктатура это уже и репрессивная диктатура это что-то наподобие эритреи это что-то наподобие к ндр то есть когда они просто охраняют но репрессируют хотя кстати по вопросу к ндр тут тоже как бы вопрос довольно сложный я думаю что все таки это страна охранная диктатура и там репрессии не такие большие как нам пытаются в средствах массовой информации показать а вот что касается эритреи страна действительно репрессивная то есть такого кровожадного режима который готов на все абсолютно а это извините не выстрелить в человека там гораздо страшно страшнее приемы используются то есть этой пытки и вырывание конечности и закапывание там чуть ли не в землю это страшно это африканские разборки но понятно что в россии более-менее цивилизованная страна и в этом плане репрессивная диктатура если она вдруг когда-нибудь восторжествует и вот при наличии этого фактора то да да она будет менее конечно кровожадной но все таки уже репрессии будут не точными но вот еще один до сценарий это такой под сценарий а что если все таки протесты победят да то есть вариант революция революции надо быть надо относиться очень так я бы сказал осторожно самим понятием революция это не просто переворот революция это изменение всех форм общественной жизни если такая партия которая может поменять на данный момент все сферы общественной жизни ответ нет такой партии никакой партии такой не что касается революции революции в том смысле что действительно люди соберутся и будут совершать какой-то переворот но это опять же то о чем я говорил чуть выше да это все зависит от того насколько люди готовы принимать участие в этом протестном движении насколько они не боятся потерять даже своей собственной жизни потому что революция всегда не бескропный процесс поэтому надо понимать что это сложное дело еще один сценарий о котором говорили вот вышеупомянутые исследователи это smart russia умная россия демократические демократическая свободно развивающаяся страна которая богата информационными технологиями ресурсами и политическим участием и так далее это знаете что-то наподобие фантастики не надо верить сказка можно ли говорить о развитии демократии в россии можно можно ли говорить о том что будет smart russia в ближайшее время нет потому что разворочено и раскурочено все что только может быть где-то больше где-то меньше поэтому говорить об умной россии в том смысле о котором говорили благовещенский кречетова и сатаров но в общем то особо не приходится говорить поэтому я бы сказал что эти сценарии развития имеющие право на существование они между прочим были обоснованы научно но здесь опять же надо иметь ввиду факторы это объективные факторы которые не зависят от нас которые зависят от политической ситуации то есть политическая ситуация зависит в том числе от объективных факторов а то что наши какие-то пожелания и представления и предсказания о том что вот в сентябре двадцатого года будет революция революцию нельзя предсказать революцию можно только сделать поэтому я опять же подхожу в этом плане исследовательский никакой революции собственно там я не призываю это собственно не моя прерогатива моя задача исследовать в том числе политические режимы ситуации в той или иной стране для того чтобы исходя из этой политической ситуации ну дать какое-то видение что на самом деле собой представляет та или иная страна вот я сейчас и говорю находясь в начале сентября 2020 года что в современной россии пока нет серьезных факторов политических которые бы могли говорить нам о том что в россии может произойти смена режима или даже наоборот что внутри политического режима могут произойти какие-то изменения то есть условно говоря если у нас нет смены режима тогда режим сам может быть что-то меняет ни того ни другого варианта у нас пока нет то есть если мы говорим о развитии в целом поэтому сложный момент вот что касается той темы очень важны и с моей точки зрения она важная но нужно всегда понимать что политическая ситуация зависит от факторов то есть это условно говоря причинный анализ вот есть фактор как причина меняющая или влияющая на развитие той или иной ситуации который влияет на того или иного акта если этого фактора нет смысла говорить нет о том или мысленно его призывать то есть смысл не имеет поэтому конечно я так более общую ответил и и ваш вопрос и в целом на те вопросы которые могли бы быть посвященные изменениям политического режима в современной россии конечно можно копать и глубже но в целом ситуация по крайней мере как я ее вижу на данный момент на данный момент она вот такая все может поменяться и тогда в зависимости от социальной реальность будут и другие другие аналитические приемы сейчас пока на данный момент это так но в любом случае спасибо за комментарии и вы также можете оставлять свои комментарии вы можете предлагать какие-то темы которые вам могут быть интересны я это все посмотрю согласуюсь самим собой потому что может быть есть какие-то темы которые может быть мне не в том виде в котором вы их там можете написать я может быть не смогу их осветить но найти точки соприкосновения интересов и ваших и моих конечно можно конечно можно я всегда за это выступаю и надеюсь на то что в комментариях вы будете писать какие-то другие темы которые с вашей точки зрения нужно осветить у меня на этом все спасибо вам и до новых встреч а